ПОХОЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРЫХ НЕГОДЕЕВ ПОХОЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРЫХ НЕГОДЕЕВ в Blackguards определённо требовали продолжения. Вместо очередного немецкого квеста, Didelic Entertainment неожиданно выпустили суровую пошаговую тактику в мрачном мире The Duck Eye. Причём настолько суровую, что на интересный сюжет, качественные диалоги и нетривиальные квесты она просто махнула рукой. Увлекательные сложные сражения многое окупали, но всё-таки хотелось увидеть работу над ошибками. И в целом сиквел справился с этой педагогической задачей. В Blackguards 2 действуют старые знакомые — гном Нурим, маг Зурбаран и мрачный воин ТКТ. Но главным героем стала очень колоритная полубезумная девушка Кассия, с изуродованным лицом под маской, клокочущей в груди жаждой мести и с плонностью периодически говорить сама с собой. Отомстить Кассия хочет своему бывшему муженьку Марвану, главному злодею из первой части. Тот, как оказалось, выжил, захватил её земли, а саму царь-девицу пожизненно заточил в тёмных казематах с соседями-пауками. Вырвавшись таки на свободу, та первым делом начала искать тех, кто однажды уже показал Марвану мать Кузьмы. Нурим, Зурбаран и ТКТ отошли уже от ратных подвигов и занимаются не совсем добрыми делами. ТКТ, например, устраивает гладиаторские бои, а Нурим превратился в местного плюшкина. Поэтому к Кассии они присоединяются скорее из корыстных побуждений, а потом они заставляют присоединиться к войску обманутой жены наёмников из легендарного безмолвного легиона. После этого начинается настоящий крестовый поход. Теперь мы не перемещаемся по миру в поисках сюжетных и побочных квестов, а захватываем и обороняем на глобальной карте города, сёла, крепости и прочие стратегически важные пункты. И захват и оборона — это один бой на отдельной арене, в котором помимо основных героев могут участвовать и наёмники. После того, как вы взяли под свой контроль три города, войска Марвана попытаются отобрать один из них. В обороне, как правило, участвуют исключительно солдаты удачи. Вы сами выбираете, кого из них взять — лучника, мечника, копейщика и так далее. Но если в этом месте оказались и ваши основные персонажи, то они тоже присоединятся к защитникам Сталинграда. Подобная механика обеспечила игре невиданную для первой части нелинейность прохождения. По карте вывали двигаться в любом направлении, по дорогам, которые ведут к разным городам и точкам. Каждый захваченный пункт имеет свою сложность и даёт свои плюсы, позволяя, например, увеличить характеристики того или иного класса наёмников или привлечь в легион нового, более мощного бойца. Грамотно планировать свой крестовый поход и постепенно увеличивать эффективность наёмников очень важно, потому что, сунувшись раньше времени в какой-нибудь особенно укреплённый город, вы рискуете быстро и бесславно он и поход закончить. Сложность сражений по сравнению с первой частью возросла. Слава богу, увлекательность и разнообразие тоже. Авторы не просто увеличили количество и размеры карты ловушек и врагов. Они ещё ввели новых огромных монстров, которые могут прыгать через поларены. А самое главное, теперь куда чаще вместо банального «убей их всех» нас заставляют выполнять разные задания и условия. Один раз нужно успеть спасти как можно больше пленных и сбежать. В другой — продержаться энное время. В третьей — решить настоящий пазл, как добраться до кристаллов, которые постоянно лечат ваших врагов. Выполнение таких условий, как правило, представляет сплошную головную боль. Враги респавнятся, убить их невозможно, и вам приходится хорошенько подумать, как же решить задачу. Залог выживания — грамотная прокачка. И если лично распределять навыки и одевать наёмников вы не можете, то жизнь, судьба и инвентарь основных героев Blackguards 2 целиком и полностью в ваших руках. Ролевая система по сравнению с оригиналом здесь чуть пожиже. Авторы хотели больше адаптировать механику настольной The Dark Eye к компьютерной RPG и сделать её более доступной. Тем не менее, в игре по-прежнему масса разнообразных умений, навыков, заклинаний и особых манёвров. И всё, за редким исключением, кажется исключительно важным. Так что размышлять, как, кого и в каком направлении развивать можно долго. Грамотная экипировка тоже важна, но тут вам не предлагают особого простора. Разнообразием варианты оружия и брони не отличаются. Также облегчить себе жизнь можно, если вспомнить старую истину про то, что информация — ключ к успеху. В захваченных городах Кэсси может покупать важные сведения у своего личного шпиона и даже допрашивать пленных. Методы известны — угрожать, обещать, угрожать и обещать одновременно, предлагать сделку или не самое приятное свидание с пауками. Полученные сведения могут реально помочь в следующих битвах. Например, однажды, благодаря такой информации, мы смогли, во-первых, убрать вражеских лучников со второго этажа дворца, а во-вторых, открыть проход для подкреплений. Конечно, как и в оригинале, периодически тут чувствуется некоторое однообразие. Постоянные размеренные драки на огромных картах без возможности увеличить скорость перемещения бойцов, способные рано или поздно утомить любого. Но в отличие от первой части, в сиквеле всё-таки больше желания и стимула осилить всё это до конца. Виновата она, виновата она, полубезумная Кассия. Ну и сама резко помрачневшая атмосфера игры, конечно. Разъярённая Фурия в маске периодически говорит сама с собой, вопрошая «Я безумна или нет?». Старые друзья Нурим, Зурбаран и Такате злятся друг на друга. Наемники требуют разрешения грабить города, а сама игра периодически спрашивает вас, казнить пленника или нет. В общем, тут всё куда мрачнее, сюжет и персонажи сочнее, а диалоги глубже и лучше написаны. Игра, конечно, не идеальная, учитывая проблемы с балансом, завышенной или наоборот заниженной сложностью, оптимизацией и излишне мелким шрифтом. Но всё-таки Дайделик провели отличную работу над ошибками. Теперь в Blackguards 2 интересно не только сражаться, но и следить за развитием истории. Вердикт 7,5 баллов. В соответствии ожиданиям 130%. На любителя.